Полвека без капремонта. Большинство магистралей государственного значения на территории Харьковской области в плачевном состоянии, констатирует региональный начальник службы автодорог Украины Евгений Зражевец. Если в прошлом году ямами было покрыто 350 тысяч квадратных метров автотрасс, сегодня площадь разрушений увеличилась втрое. К работе готовят 45 дорожных бригад. Ликвидирована аварийная ямочность на окружной дороге Харькова. Закончен ремонт магистрали Киев-Харьков-Довжанский в сторону Полтавы и начаты работы в направлении города Сумы. Сейчас нам подготовлено к работе 9 асфальтобетонных заводов. Для сравнения, всегда было в Харьковской области подготовлено на начале сезона 4-5 заводов. Сегодня мы, имея финансовую возможность, можем запустить 9 заводов. И плануем запустить их после 10 травня. А с 3-го травня плануем массово начать работу на дорогах загального использования области. Глава области Игорь Райнин отметил, служба автодорог Украины сегодня испытывает трудности как в организационном, так и в управленческом плане. Поэтому губернатор планирует обратиться в Министерство инфраструктуры Украины с требованием достойного содержания государственных магистралей, либо передачи их на местный баланс. И будем серьезно говорить о трассе Изюм-Славянск, Чугуев-Изюм. Выделено финансирование на Чугуев-Миловое в сторону Луганской области, но этих средств хватит до города Купинска. Так? Да, абсолютно верно. А дальше до границы с Луганской областью также требуется финансирование. Трасса Харьков-Сумы требует капитального ремонта между двумя областными центрами. Также Игорь Райнин потребовал от финансовой инспекции проверить, как потрачены на ремонт дорог, средства выделены из местных бюджетов. Виктория Вашкевич, Борис Буцевич, Медиагруппа «Объектив».